22 декабря состоялось официальное открытие долгожданной культурно-общественной территории нового типа «Атомпарк-1». На открытии главного общественного объекта присутствовали представители администрации – Смоленской АЭС и духовенства, работники культуры и образования, волонтёры и жители города, те, кто с нетерпением ждал открытия многофункционального общественного пространства. «Я сегодня хочу выразить слова благодарности и признательности губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Строцкого, что поддержал наш проект, генеральному директору концерна «Россенавриата» Андрею Ильичу Петрову за поддержку, нашим подрядным организациям, те, кто принимали непосредственно участие в строительстве этого «Атомпарка» и вообще всем неравнодушным жителям, кто принял участие в создании этого замечательного проекта. «Мы с вами вместе наконец-то смогли осуществить мечту наших десногорцев, чтобы здесь появился замечательный парк». Идею создания парка поддержали во всех сферах – не только городских, но и региональных. Так в будущий центр поступили финансовые вливания из бюджета региона при содействии губернатора Алексея Островского от концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС». «Мы сказали, парк будет, теперь говорим, парк есть. Отрадно, что вот сегодня как раз наш профессиональный праздник, 22 декабря, День энергетика, такое знаковое событие в нашем городе. Поэтому жителям есть где провести свой досуг, прийти сюда самим, со своими детьми, посмотреть на всю красоту, которая здесь у нас есть». Атомпарк по праву называют уникальным. И не только из-за современного дизайна и нового взгляда на воплощение парковых объектов, но и из-за процедуры создания проекта. Ведь в сотрудничестве со столичными архитекторами из проектного бюро М4 работали жители города. Обсуждение внешнего вида и функционального заполнения парка велось с участием десногорцев. «Данный проект был придуман нашими дорогими десногорцами. Они придумывали наполнение, они рассказывали о том, что бы они хотели здесь видеть, что было бы для них, для их семей удобно здесь и комфортно, и как бы они с этим обращались». «Наш бюро по какой-то определенной структуре проводит все эти проектные семинары. Мы выезжаем на площадку, общаемся с жителями, устраиваем специализированные мероприятия, где на картах рисуем, какими-то идеями делимся. Но деснокорцы проявляли особую активность. Если бы не обратная связь, не обратная отдача, мне кажется, у нас бы не получилось такого классного проекта. Поэтому все молодцы, совместной работой мы добились такого успеха». Городской конкурс на лучший арт-объект для Атомпарка также провели среди детей. В открытом голосовании победил проект «Воростайка» пятилетней Даши Томулевску, который теперь находится на входе в парк. Также на территории расположен амфитеатр, игровые зоны, смотровая площадка, многофункциональные павильоны и культурный центр с панорамными окнами, где теперь располагается кафе. Все объекты находятся под видеонаблюдением.